Приветствую вас. Для начала, конечно, хотелось бы определить у вас с какого момента вы стали чувствовать попребность узнать, кто вы, то есть почему у вас появилась эта потребность. Уверен, что раньше этой потребности у вас либо не было, либо вы ее не замечали в себе настолько, чтобы обращаться с вопросом этим психологом. Соответственно, что-то навело вас на эту идею, что-то навело вас на мысль о том, чтобы спросить нас об этом. Соответственно, нужно постараться понять, что именно навело вас на эту мысль. Какие обстоятельства конкретно заставили вас почувствовать, что вы живете не своей жизнью? Какие обстоятельства дали вам понять, что вы не знаете, кто вы? На чем базируется это ваше незнание? Это первое. Второе. Как вы, наверное, понимаете, что когда вы поняли, что вы не знаете, кто вы, вы что-то делали. То есть, ну, вы чем-то занимались, вы какой-то деятельностью занимались, да, вы пытались чего-то достичь, например, пытались чего-то добиться, например, и так далее. И, соответственно, получается так, что вы не добились этого. Ну, если вы по-прежнему задаете этот вопрос, если вы по-прежнему не знаете, кто вы, получается так, что вы не смогли сделать то, что вы хотели. Получается, что вы не достигли определенных результатов в своей деятельности, как раз, которые бы вам хотелось. Вы не достигли определенных результатов в своей деятельности, которые вам были важны. Соответственно, возникло противоречие, да, естественно, возникло противоречие, что я чего-то хочу, я чего-то желаю, но я этого не могу. Судя, давайте подумаем, как стало возможным данное противоречие. Почему оно стало возможным? Для вас, именно для вас. И в результате какой деятельности это противоречие заявило о себе наиболее ярко. Иными словами, чтобы понять, кто вы, нужно, нужно вам самой делать что-то. Вам нужно столкнуться с определенной деятельностью, чтобы понять, кто вы. чтобы понять, какая вы. Чтобы понять, что вы из себя представляете. Ну и на деятельность. И чем больше вы будете уделять этому внимание, я имею ввиду деятельности, тем больше ясности будет приобретать ответ на ваш вопрос. Если вы не принадлежите себе, то вы кому-то принадлежите. Если вы кому-то принадлежите, то у этой принадлежности есть обусловленность. Иными словами, ваше принадлежность чем-то обусловлено. Вы принадлежите не себе, потому что... И вот ответить нужно как раз на этот самый вопрос. Почему я не принадлежу себе? Почему я не могу принадлежать и контролировать себя? Что мешает? И соответственно, это будет одним из первых направлений, в которые вам нужно будет двигаться. Направление следующее гласит, что только через деятельность, только через самостоятельную деятельность вы сможете понять, кто вы. Без самостоятельной деятельности, без пробования чего-либо, без организации своей деятельности, без попыток, без взаимодействия вы не сможете при всем желании, вы не сможете понять, кто вы. потому это чтобы понять, кто я, нужно пробовать себя в разные деятельности. Отчеты я хотел бы задать вам несколько вопросов и дать одну небольшую всемку, которая поможет вам найти себя. Ну или по крайней мере встать на путь к этому. Итак, что вам нравится, какие у вас увлечения, что у вас лучше всего получалось, что бы вам хотелось, какой вы себя видите в своих мечтах, фантазиях, мыслях. это первое и второе. Второе немножечко более ориентировано на творческий подход, и я предлагаю вам составить небольшую табличку. Табличка будет состоять из трех ступеней. первая и самая верхняя ступень заполняется ценностями, то есть вашими ценностями, которые вы как бы перенимаете у культуры той страны, того народа, того города, принадлежность которого, к которым вы осознаете. Либо вы принимаете ценности других культурно-социальных образований, социокультурных образований, которые вызывают у вас большую симпатию. Но в любом случае систему ценностей, что это за ценности, нужно обязательно сформировать, как можно более четко. Далее, из этих ценностей вытекает следующая ступень это идеи. Идеи это непосредственный предмет реализации ценности в конкретном направлении человеческой деятельности. Если говорить о примерах, то ценностью может выступать гуманизм, а идеи может выступать помощь людям. Соответственно, на этом этапе вам необходимо подумать, какие направления могут приобрести ваши ценности в рамках человеческой деятельности. Ну и наконец, последняя, третья ступень это форма. Форма это непосредственное приложение идеи к реальной деятельности. Иными словами, в моем примере помощь людям реализуется через психологическую, юридическую, медицинскую и так далее виды помощи. И вам нужно определить, какую именно форму реализации идеи, вытекающей из ценностей, вы для себя выбираете. и направлений этих обязательно будет много. Потому что, например, в работе вы руководствуете одними ценностями, в общении с людьми, другими, в отношении себя, с критиками, ну и так далее. Вот именно в таком контексте я предлагаю вам подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.